Дай почитать. Главный герой Кит оплодает удивительным даром. Он предсказывает будущее во сне. Но это его пугает, и он очень хочет от этого дара избавиться. Случайно, а может быть и нет, загадочный незнакомец советует ему поехать в заброшенный пионерский лагерь с неопределенным названием. На вывеске уцелели только две последние буквы – Е и С. А обитают там подростки, такие же бедолаги, как и Кит, сверхъестественники – Немо, Пакость, Спящая и Лиса. У них одно желание стать нормальными, стать как все. Понятно, что это не их настоящие имена, а клички. Кит скептически относится к новым знакомыми, новым обстоятельствам, но в какой-то момент понимает, что он один из этой компании и должен остаться, и только все вместе они отыщут то, что каждый из них ищет для себя. Командой их делает Лис – странный рыжий мальчик, который уверен, что Солнце – это его мама, и восходит только для того, чтобы присматривать за ним. Лето, Солнце, лагерь, зелень, быт героев, а рядом по вечерам – тук-тук-тук, ночные шорохи, тайны, загадки, откровенные разговоры у костра. Герои в этом заброшенном лагере одни, и тем не менее, кто-то их обеспечивает светом, водой, теплом и едой. При этом в каждой главе возникает трудная задача, решить которую могут только эти пятеро, и при помощи своих мистических способностей. Так они учатся раскрывать свой дар, жить с ним и пользоваться им. Но самое главное – они учатся ответственности, дружбе, умению общаться. Подростки найдут ответ на главный вопрос, а загадочный лагерь просто исчезнет. Возможно, он возникнет где-то вновь, чтобы обучить новых странных людей. В книге есть атмосфера, притягательность, вымирание и распада. Итак, присоединяйтесь к лису, киту, пакости, способным ненароком проклясть кого-нибудь. Немо – заядлой книжницы, чувствующей эмоции любого человека, спящей, которая может астрально переместиться в любое место. Только жаль, что сейчас уже не пишут про нормальные пионерские лагеря и про нормальных детей. Где мое детство? 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!